Трехмесячная задержка зарплаты и массовые сокращения. Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика переживает не лучшие времена. Сегодня утром работники швейного цеха не вышли на рабочие места в знак несогласия с политикой руководства предприятия. Пустые офисные и производственные помещения. Вместо стука ткацкого оборудования – оглушительная тишина. Зато на проходной, как никогда, многолюдно. Чулочно-трикотажная фабрика около 40 лет была одним из крупнейших предприятий легкой промышленности. С некоторых пор, помимо нижнего белья и чулочных изделий, фабрика производит верхнюю одежду. Однако расширение ассортимента в кризисный период не поспособствовало увеличению спроса. Таким образом, последние три года фабрика работает в убыток. Задержка заработной платы от двух до трех месяцев стала привычным делом. На генерального директора фабрики Владимира Ермолаева уже завели ряд административных дел за систематические невыплаты. Выходить к нам он отказался. Не был рад нашему приезду и начальник охраны. Я бы все не давал, а генеральный директор тоже не был. Зафантим. На стуке я бы не был. Я бы не просто просили зафант, что в нормале двигались. За детство зарплатные есть. За детство зарплатные эти. Все не будет. Вы покупаете чудоцарские лиги? Идите купить. Идите купить. Зафанты услышали. Одному рабочему зарплатные директоры. Получить комментарий от генерального директора или его заместителя нам так и не удалось. Работники швейной фабрики разговаривать с нами тоже отказались. По понятным причинам. Часть из них пришла сегодня за расчетными листами. Попав под сокращение, люди предпенсионного возраста еще не получили компенсацию. По сообщению анонимного источника, на предприятии грядут новые сокращения. Работники опасаются остаться ни с чем и все еще держатся за свои рабочие места. А на официальном сайте Чулочин трикотажной фабрики, между тем, все еще открыты вакансии дизайнеров-модельеров и швей. С минимальной зарплатой 15 тысяч. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.